В детском садике на улице Школьной в поселке Вакцина рабочие приступили к капитальному ремонту. История с реконструкцией детского сада длится не один год. Учреждение было закрыто в 2019-м. Ребятам предоставили места в детских садах округа, но многим было неудобно. Это транспорт прежде всего, это дальняя дорога, это возвращение в городок. Ну, это, конечно, всех не устраивало. Детский сад в городке ведомственный и ремонтом занималась Минобороны. Дела встали в 2021-м. Для наших мамочек здесь единственная проблема – это не работает детский сад. Пошел уже третий год. В апреле было два года. Стройка, я так не знаю, замороженная, но это большая проблема. В саду где-то человек 200 ходило нас. Сад вообще был отличный. На встречах с депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым жители поселка не раз поднимали вопрос возобновления ремонта. Депутат вел переговоры с Министерством обороны, чтобы решить задачу. И договоренности были достигнуты. Средства выделены, подрядчик на объекте. Сейчас фактически готовые схемы. Схемы нарисованы, согласовываются благодаря вашей помощи. Поэтому сейчас мы согласовываем схемы с Роспотребнадзором, с пожарниками. Мы планируем выполнить работу по восстановлению садика к концу года. 9 февраля Сергей Пахомов и глава округа Дмитрий Акулов осмотрели здание детского сада в поселке Вакцина. Я могу только сказать одно, что это правильное, хорошее дело. И оно сдвинулось с... Мертвый тоже точку назвать нельзя, но все-таки 4 года больше, наверное, даже этот садик простоял. И это была проблема для этого микрорайона, для этого военного городка. И это была наша проблема. И мы, в общем-то, не забывали о ней ни на минуту. Работали. Сейчас дело хорошее. Должны в этом году доделать. Строители свое дело знают. Мы посмотрели, пообщались. В общем-то, у всех настроения, чтобы в этом году двери этого детского садика открылись. Надо отметить, что 48-й научно-исследовательский институт Министерства обороны в поселке Сергеев Посад-6 активно развивается. Готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера, который будет работать в интересах биологической защиты. В конце января институт посетил министр обороны Сергей Шойгу. Учитывая большую стройку, важную на территории, у нас в этой части позитивное настроение. Я думаю, что мы сможем и в инфраструктуре кое-что доброго и полезного сделать в ближайшее время. Татьяна Колганова, Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков. ТВР24.